Здравствуйте! Вы смотрите программу «По существу» в студии Дарина Игнатьева. Сегодня у нас в гостях заместитель министра природных ресурсов и экологии Чуфуарской Республики Татьяна Иванова. Здравствуйте, Татьяна Викторовна! Здравствуйте! Во всем мире экологический вопрос сегодня встает на первый план. Организация «Зеленый патруль» проводит экологический рейтинг среди регионов России. По последним данным, Чувашия вошла в число лучших. Скажите, пожалуйста, как отбирались эти лучшие и какие работы проводятся в Республике по улучшению экологической обстановки? Действительно, можно сказать, что общественная организация «Зеленый патруль» опубликовала очередной рейтинг субъектов Российской Федерации по итогам 2015 года. И Чувашская Республика в данном рейтинге заняла 8 место из 85 субъектов и входит в топ-10. Это экологического рейтинга субъектов Российской Федерации. Данный рейтинг является независимым и составляется уже ежеквартально, начиная с 2008 года. В течение 2015 года Чувашская Республика удерживала позицию региона-лидера в данном экологическом рейтинге, занимала от 8 до 9 место. При составлении рейтинга учитывается природоохранный индекс – это состояние воздуха, воды, биоресурсов, промышленно-экологические, промышленные отходы, ответственность бизнеса, промышленная среда и, конечно же, социально-экологическая направленность – это среда обитания, информационно-психологический климат, закон, власть и свободные индексы. По мнению авторов рейтинга, основной экологической проблемой, существующей в большинстве регионов, наверное, России и влияющей на результаты рейтинга – это является обращение с отходами. Мусорные войны продолжаются, сортировка и вторичная переработка отходов ушли как бы на второй план, и принятые законы в полном объеме не работают из-за отсутствия механизмов их реализации. Вопрос с вывозом мусора в Чебоксарах и Новочебоксарске более-менее решается, а вот как обстоят дела в районах республики? В Чувашской республике проблема размещения и утилизации отходов, а также лихвидяции стихийных свалок решается системными условиями государственными, муниципальными и общественными организациями, даже гражданами. В настоящее время реализуется инвестиционный проект по созданию для городов Чебоксара, Новочебоксарска и Чебоксарского района межмуниципальной системы переработки и утилизации твердых коммунальных отходов на основе передовых инновационных технологий. И за второе полугодие 2014 года и 2015 года в реализацию проекта были вложены в небюджетные средства по реализации данного мероприятия. По ликвидации несанкционированных свалок и также стихийных накоплений мусора в Минприродой Чувашии проводятся природоохранные акции, направленные на воспитание экологической культуры населения и ликвидацию несанкционированных мест размещения отходов. Большую роль в этой работе играют у нас ежегодные дни защиты от экологической опасности, которые проходят с 15 апреля по 5 июня. В 2015 году в рамках Дни защиты от экологической опасности совместно с Общественной экологической организацией «Зеленый город» была инициирована новая республиканская природоохранная акция «Экодесант. Это за чистый край», в ходе которой добровольческой группой ликвидировали стихийные свалки. В районах и городах республики пропагандировался раздельный сбор отходов. Ну и специалистами Минприроды Чувашии проводятся рейдовые мероприятия по выявлению мест несанкционированного размещения отходов. Пропаганда среди населения при данных выездах, то, что необходимо осуществлять уже раздельный сбор этих отходов. В настоящее время в муниципальных районах у нас имеются 10 объектов размещения отходов, которые внесены в государственный реестр и на которые можно уже размещать, вывозить и размещать мусор. Это у нас в Алатарском, Баторевском, Вурнарском, Красноармейском, Козловском и в других районах муниципальных образований. Организованы на территориях сельских поселений места накопления, размещения отходов. Соответственно, за реализацией этих мероприятий контролируют отчасти и органы местного самоуправления, это сельские поселения и также администрациями районов и городов. Население также проводит разъяснительную работу с населением, в какие места необходимо накапливать, во что, если отсутствуют контейнеры. По крайней мере, предлагаются накапливать в специальных мешках, указывают на время вывоза, чтобы население уже знало, в какое время будут вывозить мусор и, соответственно, организовывать ее вывоз. Объяснение уже не с горами. Какие мероприятия по подготовке к пропуску паводковых вод будут проводиться? В целях обеспечения безопасного пропуска паводковых вод в 2016 году на территории Чувашской Республики проведены следующие мероприятия. Это у нас 18 февраля было проведено первое заседание Межведомственной противопаводковой комиссии. Утвержден план работы Межведомственной противопаводковой комиссии на период весеннего половодия. Также в администрации муниципальных образований были направлены инструктивные материалы по подготовке объектов к пропуску весеннего паводка. На территориях муниципальных образований создана противопаводковая комиссия, разработаны планы мероприятий. В период оттепелей проводится работа по обследованию технического состояния гидротехнических сооружений, по очистке от наледей и ледяных пробок водоизбросных и водопропускных сооружений и обеспечению доступа к гидротехническим сооружениям. По состоянию на сегодняшнюю дату можно сказать, что на территории Чувашской Республики потопленных населенных пунктов и объектов инфраструктуры нет. Разработаны маршруты эвакуации, транспорт и места размещения населения из населенных пунктов, попадающих в зоны возможного сотопления. Для обеспечения контроля за гидрологической обстановкой на территории Республики привлечены к работе 5 стационарных постов наблюдения Чувашским центром гидрометеорологической службы. В целях снижения рисков возникновения чрезвычайных ситуаций в паводково-опасный период проводятся превентивные мероприятия. В 2015 году проводились русловопримительные мероприятия, затем проводились ремонтные работы на гидротехнических сооружениях. Также на 2016 год запланировано проведение капитального ремонта 4 гидротехнических сооружений. Это будут выделения средств из федерального бюджета, республиканского и местных бюджетов. Также в текущем году запланировано подготовки и направление в Минприрода России предложений по выделению ассигнований из федерального бюджета на осуществление строительства защитных сооружений от паводковых вод на реке Алатарь города Алатарь Чувашской республики. Для предупреждения ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных паводком в Чувашской республике, созданы резервы финансовых и материальных ресурсов. Силы и средства к реагированию на чрезвычайные ситуации, связанные с пропуском весеннего паводка в 2016 году, можно сказать, что готовы. Спасибо большое за интересную беседу. Спасибо вам за приглашение. А я напоминаю, что гостем программы «По существу» была заместитель министра природных ресурсов и экологии Чувашской республики Татьяна Иванова. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»